Всем привет! В сегодняшнем ролике давненько ничего не выходило. Ребят, блин, сильно очень занят работой и всяким разным. В общем-то, сегодня будем решать очень такую насыщенную проблему, а именно то, что вот у нас... Ну, хер ли они задевают арки, блин, жалко, жалко. Оно трется и может треснуть, особенно на морозе. Как будем лечить? Все элементарно просто. Кое-какую работу я уже проделал и сейчас покажу результаты. А именно, конечно же, проклейка армированным скотчем, все изнутри, всю корочку, чтобы это было надежно. Снимать нам надо очень много и столько мы снимать, конечно же, не будем. То есть, понятно, что вот самый край протектора, он заходит вот сюда, вот таким вот образом. То есть, нам надо обильненько убирать здесь и обильненько убирать здесь. Минимум 2 мм, здесь минимум 2 мм и, наверное, будет хорошо. По задней части история примерно такая же. То есть, у нас вот заходит весь. Оно просто утопает, просто утопает. И столько здесь убирать, естественно, мы не будем, потому что иначе это будет вот такая выпиленная арка. Но будет отвратительно. Снимем чуть-чуть, чтобы на небольших перепадах хотя бы оно не терлось. Чуть позже я покажу проклейку изнутри. Пока что вот на кузове я хочу начать. Конечно же, это зачистка. Зачистка грубой наждачкой. Это у нас сороковочка. Такая грубая-грубая. Потом будем смягчать это более мелкой фракцией. Ну что, выбираем руку посильнее. В моем случае правая рука. Я правша. И по привычке начинаю наеливать правой рукой. Так, ну что, работа идет полным ходом. У нас получается довольно-таки злое крыло. Это все здесь зачистится, покроется лаком. И сейчас уже на максимальном ходу подвески, ходу, так говорится, да? На максимальном ходу подвески у нас вот здесь уже ничего не задевает практически. Здесь, конечно, верхние протекторы задевают. Я не знаю, нужно ли дальше пилить. Потому что если пилить, то это еще полсантиметра. Это вот до этой дуги уже будет отстой. Наверное, вот на этом отрезке я остановлюсь. Здесь сравняю, такой сделаю квадрат. И как бы и нормально. И тут мы остановимся. Потому что самая такая вот, которая... Господи, что с речью? Самое злое положение, в котором, господи, как сказать, в котором встречается колесо с аркой, это именно когда морда машины заезжает на какое-то такое резкое препятствие, перепад высот. Поэтому морде мы уделим больше внимания, жопе мы уделим меньше внимания. Делаем только одну сторону. Вот так вот не очень показывать красиво. Вот так вот. Вот эту вот сторону мы делаем. Ну что, у нас получается вот такое злое крыло. Злое крыло. Верхний контур у нас такой заквадраченный. Здесь вот немножко подровнять надо. Я вижу, что здесь есть лишняя впадинка. Здесь я сейчас подсточу. В общем-то, на максимальном ходу подвески, вот так вот у нас все это выглядит, все равно задевает, естественно. Ну а иначе как? Иначе просто до этой дуги все стирать. Конечно же, мы этим заниматься не будем. Да, определенно так мне нравится больше. А задняя часть подвески у нас даже вот на максимальной нагрузке, у нас в принципе не то, чтобы здесь прям что-то вот не так происходило. Снимать здесь досюда будет просто некрасиво. Уберем, наверное, основное, что мешает. Это вот эта вот часть. Здесь подсточить маленечко. Угол маленечко подсточить. И здесь чуть-чуть подснять. И будет нормально. Разбираемся с последней задней аркой. Тоже здесь, как я и говорил, много снимать не будем. Снимем лишь для таких средних препятствий. Вот у нас колесо утопает. Вот эта вот часть у нас встречается с крылом. Здесь мы подснимем. Ну и здесь небольшой такой полукруг, наверное, снимем. Как и на обратной стороне. Будет точно лучше. Но, конечно, не совсем то, чего хотелось бы. Но с данным типоразмером колес по-другому не сделать. Либо снимать прям совсем вот так. Но это будет блюдство. Как-то сюда набудут фендеры тогда. В общем, эта история не про лексан. Это больше уже про хардбоди. Но пока лексан. Вот так вот малой крови обойдемся. Начинаем точить. Начнем с нормальной стороны. Нужно убрать сейчас лишнее отсюда. Вот лишнюю пульсу уберем. Наждачку. Я использую 320-ю наждачку на бумажной подложке. Для наших целей, в принципе, ее хватит. И на чистовую здесь зашкурить. Чтобы было гладенько. И будем покрывать лаком. Убираем сейчас всю эту пыльцу. Которая здесь организовалась у нас. После зашкурки. И хорошенько пройдемся лаком. Лак я буду использовать. Вот пластик 71 электроизоляционный. Делаем это для того, чтобы у нас вот это все дело не распушилось и скотч хотя бы не начал быстро слазить. Так, убираем здесь тоже лишнюю пыльцу. Все, что у нас осталось. Наждачки. Здесь было у нас чисто. Есть вот эти вот ворсинки. Блин, ну... Убирать их крайне проблематично. Я, конечно, попробую здесь тоже ножом это все сделать. Ну, зажигалка делает вещи. Никаких, блин, волосков. Скотч у нас здесь прям запечатался. Он подплавился. И образовал вот такую вот корочку. Идеальную просто. У нас идеальное крыло. И сравните вот с этим. Да, отвратительно. Тоже будем здесь... Сейчас работает зажигалкой. Но сначала давайте здесь уже лаком разберемся. Так, коль уж у нас там уже все аккуратненько, без всяких этих волосков, пройдемся лаком, чтобы наверняка просто впечатывается. Это идеально. Идеально. Очень доволен. Здесь тоже лаком доделаем. Возвращаемся к заднему крылу, который у нас с волосами. Ну и опасный момент вновь к нам возвращается. Убираем вот эти вот лишние заусенчики зажигалкой. Блин, надо делать аккуратно. Потому что я прям вижу, как Александр норовит у нас на глазах буквально всполыхнуть. Я должен сказать, не повторяйте этого дома. А ее вообще лучше этого не повторять. Нормально. Почти что все убрали. И сам скотч, он уже типа здесь как будто, блин, как термоусадка работает. Он такой вжимается, плавится. В общем, повторяет контур кузова. Нормуль. Нормуль. Ну и подкроем лаком. Все, готово. Вообще, конечно, вангую, что решение это не супер-мега офигенное. Потому что, конечно же, он отстанет от этого вопрос времени. Но давайте не будем забывать, что главной задачей вот этого всего мероприятия, это, конечно, с защитой Александра. Чтобы у нас крылья просто не треснули. Потому что вот эти вот части вот здесь, это вот очень слабые места данного корпуса. Это реально слабые места. И даже с завода частенько там бывают трещинки. Поэтому тупо защищаем корпус. То, что этого хватит, может быть, не на очень долго. Да бог бы с ним. Но если это защитит корпус хотя бы на какое-то время, уже хорошо. Корпус новый купить стоит 5000 рублей. Еще и ждать 2 месяца практически. Представьте, 5 кусков за корпус. Он, конечно, копийный клевый. Но, блин, 5 кусков. Не знаю, когда этот корпус отживет свое. А возможно, он когда-нибудь отживет свое. Ну, наверное, будет разумнее перейти на хардбоги. Главное выбрать какой-нибудь подходящий кузов красивый. Либо на заказ, либо из готовых хардбодиков. Ну, может быть, даже из магазина игрушек. Все, с этим крылом тоже разобрались. Оставшиеся два, наверное, снимать не буду. Потому что, ну и что, утомлять вас. Все доделаем. И покажу готовый результат. Здесь сейчас придется переклеить. Вот так вот это все было сделано у меня. Ну, так как я точил, отклеилось. Поэтому сейчас здесь будем переклеивать. Так, ну и что, закончены у нас работы. Вот так вот мы аккуратненько все армированным скотчем прошлись. Где-то зажигалочка даже борщинули. Вот так вот у нас выглядят подрезанные арки. Здесь складочки. Это нормально. Потому что у моей машины тоже должны быть складки, я считаю. Вот. Ну и вот с обратной стороны. Все очень цивильненько. Давайте наденем все это на шаську. И посмотрим вообще, какие у нас прошли изменения. Правда, за окном там вообще, там просто вот вьюга. Ни хрена не видно. Ну там вообще адская вьюга. Очень много снега. Это все равно хорошо. Потому что можно сделать экспедицию. Как, например, посоветовал мой кэш в комментариях. Это подписчик. С другой стороны, хрен куда там вообще дойдешь, приедешь. Потому что, в общем-то, снега выпало слишком много. Давайте наденем на шаську. Посмотрим, что у нас изменилось. Надели мы кузов на шаську. Господа. И типа не задевает. Смотрите сами. Колесо утопилось. Практически нет контакта. И заднее. Одну руку, конечно, неудобно. Вот так. Все. Колесо там. Никаких тебе шорканей. Ну практически. Вот здесь маленечко будет контакт. Ну да и ладно. Зато практически не ушли от стока. И, блин, схема рабочая. Мне очень нравится. Спасибо за просмотр данного ролика. Может быть, сейчас я сниму какую-нибудь покатушку во дворе. Но там уже достаточно темно. Но если не сниму, сорян. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.